Одна из многих, но главнейших причин украинцев, почему путиновцы отжали Крым у Украины. Вот представьте себе, у вас есть яхта, у половины украинцев, или они, по крайней мере, постоянно на выходные или от отпуска зарезервированные арендованные яхты имеют свои на Черном море. И вот представьте себе, яхта есть у вас, а моря нет. Как вы поступите? Да вы охренеете! Вы сразу же вернете свое море, чтобы на своей яхте по своему морю плавать. Плавать у нас есть где. Ялта, красивейшая, Гурзух, места, я там еще до армии был. Совок самком, но красотища неописуемая, тепло. Короче, по всей логике, понятно, выяснили, если нет яхты, то нахрена оно это море нужно, да? Поехать побухать можно где-нибудь в село или еще в каком-нибудь куда угодно, но не на море. Значит, одна из причин, что украинцы выбрали гребаный совок. Гребаную совковую, вонючую пропаганду. Сраный русский мир, а бы для чего они и тому подобное. Все, чем взяли, подкупили украинцы. У которых нет яхты. То-то и всего. Нет яхты, нахрена оно нужно это море, да, получается? Логика проста. Даже, даже крымским татарам нужен Крым. Как своя родина, как своя водчина. Чтобы там свое вот это мусульманство инсталировать, возобновить и установить. Даже им Крым нужен был. Смотрите, я сужу. Де факто. Вчера, блядь. Я думаю, кто-нибудь бы, блин, взял бы этих животных, быдла, мрази. Чтоб они не позорили честь украинца. Кто-нибудь дал им хорошенько по хрюкальнику ихнему быдляскому. До 12, до часу ночи вот это быдло, которое проезжает работать. Ну, не все, конечно, а те, которые быдло. Они потом нажираются, блядь, пухают. Чем самым, тем самым, культурно, некультурно, как угодно, оскверняют имя украинца. Оскверняют нацию украинскую. Оскверняют тех, кто на передке за этих пидоров гнит вонючих. Срань быдляцкую. Жизнь отдает. А эти мрази тут бухают, блядь, орут, блядь, кричат. Говнометы вонючие. Хоть они с западной Украины, хоть они с восточной, без разницы. Это сраная быдло. Господи, украинцы. О каком Крыме это быдло может вообще думать, рассуждать? О этой заразе быдляцкой. Это, блядь, хуже коронавируса. Это быдлятина. Нет тяги ни к духовному, ни к культуре, ни к прекрасному, ни к чему. Кроме нажраться, орать, блядь. Это хуже орангутангам. Это не нация. Поэтому мы видим, что... О каком Крыме может быть речь? О каких яхтах? Когда у быдлятины хватает мозга, духовности, интеллекта. Только жрать, орать. Даже не находясь в своем крае. Потому что в Украине эту быдлятину давно бы уже кто-нибудь пригвоздил бы. Тут богатые районы, по морям. Поэтому люди Керка. Было бы там в Катовицах, в Великопольще. Когда приехали, блядь, перемолотили, блядь, в масках. И были бы правы, поляки. Вот за такое поведение вонючее. Поэтому я говорю еще раз, украинцам. Нужно иметь тягу к прекрасному. Чтобы назад отжать, отобрать Крым. У дичи, которая не понимает, что такое прекрасное. Что такое иметь право в шведскую военную базу. Влево в английскую военную базу. Вместе с этим всем инфраструктуру англичан, шведов, тем же самых поляков. Они будут рады позагорать в нашем прекрасном украинском Крыму. Отобранном, отжатом, с поворотом. То есть мотивы, стимул. И вся природа, пиомаз, не позволяет иметь в Украине свой истинный Крым. Чтобы его повернуть. Нужно иметь желание иметь свою яхту в этом Крыму. Потому что без моря никакая нахрен яхта не нужна. Ну а если нету тяги, желания к прекрасному, к яхте, к вояжу на море, на нашем теплом украинском, красивейшем. А есть желание только нажраться, обрыгаться, поорать, что-то. То таким людям Крым не нужен. То есть аферта, пропозиция такая, что забирайте, забирайте Крым и переучивайте бедлятину. Это самое головное. Главное, чтобы у большинства украинцев была тяга, животная тяга вернуть Крым. И чтобы была у каждого украинца тяга к прекрасному. Иметь свою, в аренду, как угодно, яхту, чтобы подражевать, чтобы путешествовать по этому Крыму. А не приехать, нажраться, улюлюкаться, как вонючие речки, черпалки. Или еще где-нибудь отстойники. Все взаимосвязано. Яхта, Украина, украинцы, Крым, море. Наше крымское, украинское море. Солнце низенько, вечер близенько. Солнце низенько, вечер близенько.